Холокост. Об этом больно говорить, но невозможно молчать. Это история кровавого безумия, которая началась в январе 1933 года. Нацисты во главе с Гитлером возомнили себя высшей расой, после чего начали планомерное и систематическое уничтожение всех, кто, по их мнению, угрожал чистоте арийской крови. Массовые расстрелы, концлагеря и газовые камеры забрали жизни 11 миллионов людей различных национальностей. 6 миллионов из этого числа были евреями. К маю 1945 года погибли двое из каждых трех евреев, проживавших в Европе. Своей численности еврейской нации не удалось восстановить вплоть до настоящего дня. В узком смысле этого слова это день Холокост, день уничтожения евреев. В широком смысле этого слова это уничтожение других этнических групп, инвалидов, военнопленных. Поляки очень пострадали в период Холокоста, были массовые расстрелы. То есть все человечество пострадало. И мне кажется, наша задача помнить об этом. Поэтому ежегодно мы в этот день, несмотря на холод, несмотря на какие-то другие условия, несмотря на тот же коронавирус, мы все равно приходим сюда, мы все равно встречаемся, встречаемся, мы все равно что-то говорим друг другу. И я думаю, что пока мы помним об этой дате, я имею в виду люди человечества, мы в безопасности. Я как потомки пострадавшие от Холокост, у меня прадедушка, прабабушка, вот почти можно сказать по материнской линии вся семья была уничтожена в Освенце. Для меня сегодня, конечно, это очень траурный день. И, как правильно сказать, я то, что признаю все вот эти страдания, которые были, это, правда, это горд, но это радостное событие, что вот мы помним, мы понимаем, что так не должно быть, не должно повториться. В Бресте прошла ежегодная церемония памяти жертв Холокоста. После захвата города нацистами здесь было уничтожено практически все еврейское население. В живых остались единицы. У мемориальной плиты, установленной в память о 34 тысячах евреев Брещины, узниках, гетто и невинных жертвах нацизма в годы Великой Отечественной войны, собрались представители разных религий, стран и национальностей. Евреи, белорусы и россияне, украинцы, поляки и казахи, иудеи, православные, католики и мусульмане. Холокост – это трагедия, которая касается каждого. Память о жертвах Холокоста остается у всех нас. Жертв Холокоста сегодня чтят в том числе и на Украине. Служба безопасности Украина рассекретила, выдала протоколы свидетельства очевидцев Бабиева Яра. Это одна из величайших трагедий Украины. Трагедия касается также и других городов Украины. Киев, Львов, Одесса, Николаев, Тернополь. Много районных центров Черкащины. Пока мы будем об этом помнить, не допустим, чтобы это происходило. Очень символично, что здесь, в Бресте, там, где началась война, каждый год люди разных национальностей, люди из разных государств собираются вместе для того, чтобы почтить память жертв Холокоста. И не важно, из какой страны мы. Важно то, что все мы помним. Мы помним нашу историю. И уроки истории всегда будут с нами. День памяти жертв Холокоста во многих странах мира проводятся траурные памятные мероприятия. Миллионы людей участвуют в них, чтобы воспоминание о самом кровавом преступлении против человечества не исчезло со страниц истории. А в Бресте Равин Хайм Рабинович произнёс поминальную молитву за всех невинно убитых. Молитва. Минута молчания и возложения к мемориальному знаку. Неизменные атрибуты традиционного митинга-реквиема. Каждый из присутствующих осознавал, что сегодня Холокост – это память. Память о торжестве человеческого духа над палачами, о непростительном и чудовищном преступлении. Продолжение следует...